Сейчас мы с вами поговорим о человеке, который оказал существенное влияние на формирование традиции в еврейском взгляде на мир. Человек, которого сокращенно называют Рамбам. Рамбам. Полное имя, это сокращенное, как это, да, просто оно пишется своеобразно. Полное имя Равин Моше Бэй Бен Маймон. Сокращенно Рамбам. Равин Моше Бен Маймон. В некоторых источниках его также называют Маймонид. Слышали такое, да? Вот мы сейчас поговорим. Рамбам. Ра. Р большое, А маленькое. МБ большое, А маленькое. М большое. Ну, как бы понятно, да? Все буквы А маленькие. Да. Да, как Танах пишется так же. Аббревиатура. Рабин Моше Бен Маймон. Или Маймонид. Родился в 1135 году в Испании в городе Кардово. В 1135 году. Веселое время для еврейского народа. Время крестовых походов. 1135 год. Город Кордова. Испания. Один из многих. 12. Несмотря дисковери смотришь. Не зря дисковери смотришь. Хорошо. Итак. Позже он переехал в Египет. Однако его имя вошло в философию той эпохи, в историю науки, философии, какими одной из самых великих ученых, врачей и философов того времени. Мы говорили о том, что он написал такой известный труд Мишна и Тора, повторение Торы. Помните это, да? Это был свод еврейских законов, систематизировавший положение Талмуда вместе со всеми изучившимися к тому времени комментариями. Со всеми изучавшимися к тому времени комментариями. Это был свод законов, который был написан до Шульхана Рух. Помните, да? Шульхана Рух. Краткий, так сказать, вывод всего услышанного. На тот момент книга была настолько фундаментальна, что некоторые авторитеты видели реальную опасность того, что эта книга, Мишна и Тора, может занять место Талмуда. Поэтому Мишна и Тора с тех пор изучаются в Ешивах практически всего мира. То есть это очень влиятельный труд. Среди многих сочинений Рамбама есть комментарии на Мишну. И в предисловии к нему приведены знаменитые 13 принципов веры, которые впоследствии вошли во все седуры, во все молитвенники. В этих принципах кратко сформулирован ответ на вопрос, во что, собственно говоря, верят евреи. То есть фактически это символ веры. Видели, что такое символы веры, да? Например, в католической церкви, когда готовят детей к конфирмации, изучают не очень много молитв. В частности, нужно было выучить там Отче наш, молитву Девы Марии и так называемый въеже, по-польски верую. Верую в единого Бога, Отца, неба и земли. Есть никейские, есть ладыкийские, есть целая куча самых разных символов веры. И фактически 13 принципов Абрамбама, они заключают в себе своеобразный символ веры еврейского народа. Мы говорили о том, что читается он в синагогах каждый день. Помните, да? Это ответ на вопрос, во что верят евреи. Кады из этих принципов начинаются словами «Я верю безусловно». Безусловно. Вы, наверное, слышали даже такая песня есть. «Анима амин бэймуна шлема». Да? «Анима амин бэймуна». Помните такую мелодию сейчас современную? Да? «Анима амин бэймуна шлема» и так далее. Итак, первый принцип. «Я верю безусловно, что Творец, чье имя благословенно» это такое, так сказать, вступление, которое есть везде. Ну, то есть, как правильно это сказать? Порядок. Да? Вот. Баруха, Та, Адонай это то, что мы ставим благословен Господь, Бог, Царь Вселенной как формула, да? И он начинается тоже. Каждый из этих символов. «Я верю безусловно, что Творец, чье имя благословенно, Он творит и правит всеми творениями, и только Он один создавал, создает и будет создавать все существующее». Второй принцип. Вы хотите записать их? Или послушать? Можете послушать. «Я верю безусловно, что Творец, чье имя благословенно, Он единственен, и нет нигде единственности, подобно Его, и только Он один, наш Бог, был, есть и будет. Я верю безусловно, что Творец, чье имя благословенно, бестелесен, и к Нему не относится свойство материи, и нет у Него никакого образа. «Я верю безусловно, что Творец, чье имя благословенно, Он первый, и Он последний». «Я верю безусловно, что имя Он благословенно, ему и только Ему надо молиться, и запрещено молиться кому-либо, кроме Него. Я верю безусловно, что все сказанное пророками – истина. Я верю безусловно, что пророчество Машера Бейну, допокоиться Он в мире, было истинным, и что Он – вершина пророков, предшествовавших Ему и последовавших за Ним. Я верю безусловно, что вся Тора, находящаяся сейчас в наших руках, та, что была дана Машера Бейну, допокоиться Он в мире. «Я верю безусловно, что Тора – это не будет изменено и не будет другой Торы от Творца, чье имя благословенно». Да, вот как интересно, все оно не связывается с устной Торой, да? «Я верю безусловно, что Творец…» Ну, как бы на это поймите, на это все есть объяснение. Эти принципы, они не выводились просто так. То есть за ними есть определенный комментарий, да. Мы не обсуждаем сейчас теологическую основу. Вы понимаете, да? Мы просто для себя просматриваем то, что есть. Потому что то же самое, как бы «да будет Он единый» и так далее, и так далее. Они именно как бы подразумевали, обратно же, помните, когда это было написано, да? Это было написано в периоды жестоких гнений христианами, евреев. И для того, чтобы сохранить единство, может быть, какой-то еврей он был необразованный. Но вот эти 13 принципов заставить выучить его можно было. Может быть, ребенка сложно было научить Торе, но заставить выучить принцип веры можно. Вот просто, понимаете, да? Палкой, ремнем, и все будет хорошо. Ну, конфеткой, да. Итак, да. «Я верю, безусловно, что Творец, чье имя благословено, знает все дела людей и все их мысли, как сказано, создающий все их сердца, понимает все их дела. Я верю, безусловно, что Творец, чье имя благословено, воздает добром, соблюдающим его заповеди и наказывает нарушающих его заповеди. «Я верю, безусловно, в приход Машиеха, и несмотря на то, что он задерживается, я все же каждый день буду ждать, что он придет». Хороший такой, да? «Я верю, безусловно, что будет оживление умерших в то время, когда будет на то воля Творца, чье имя благословено, и память его вознесется навесегда и навеки веков». Фактически, это кредо. Ну, то есть символ веры. Каждый постулат начинается, вы видите, да? «Да будет, я верю, безусловно, что Творец, чье имя благословено». И мы видим, что в 12-м постулате Рамбама речь идет о Машиехе. Очень своеобразный подход именно к Машиеху в еврейской традиции. То есть Машиех. Это человек, еврей, праведник. Должен быть человек, он должен быть евреем, должен быть праведником. Он должен быть прямым потомком царя Давида. Машиех должен завершить круг страданий, которым наполнена еврейская и мировая история. То, как видят его. То есть Машиех — это победитель. Машиех, который поставит всех на свои места, восстановит храм, построит царство справедливости, основанное на законах Торы. Традиция говорит, что когда это произойдет, все народы земли увидят, что Машиех пришел и, вопреки всему, Израиль выжил, сохранил Тору. Когда придет Машиех? Вопрос, который задавали себе евреи в течение всей истории. Когда придет Машиех? Было большое искушение увидеть его в самых разных лже-Машиехах. Мы знаем, что их было достаточно много. Вся отдельная тема. Тот же Баркохба, Саботай Цви. Люди, которые претендовали на звание Машиеха. Люди, которые пытались сделать какие-то чудеса, пытались как-то повлиять на то, что происходит. И вы знаете, если мы посмотрим историю, лже-Мессии взять того же Саботай Цви, когда читаешь об этом и вот видишь, что там пошел слух, появился человек, возможно, Машиех. Это было как бомба в еврейском обществе, потому что в их сердцах, в их умах это означало, что все, закончились погромы, закончился весь ужас. И они готовы были отдавать все до последней копейки. Все. Были самые разные учения относительно того, что нужно сделать, для того, чтобы пришел Машиех. Одни говорили, нужно жить невероятно святой жизнью. Вот чем меньше мы грешим, тем больше мы освящаемся, и это приближает Машиеха. Было другое, например, направление, были такие саботанцы, последователи Саботая Цви, которые после его поражения говорили, там просто такая интересная ситуация произошла, объявил себя Саботай Цви Машиехом, он был очень странным человеком, и поехал, как бы, собрал своих приспешников, поехал в Турцию воевать с турками. Ну, все, конечно, поверили, что все будет хорошо, что он победит. Если я не ошибаюсь, как только он приехал туда, турки красиво окружили его корабль, и сразу же ему предложили выбор, либо умереть, либо принять мусульманство, он подумал и принял мусульманство, чем привел в ужас своих последователей, но, несмотря на это, многие все равно не разуверились в нем, потому что сказали, что это такой тактический ход, просто надо перестроиться ему, он спрятался, он, но это так до поры, до времени и так надо, вот, я не помню его конец, по-моему, его убили, и как-то, ну, не помню, я, ну, не помню я дословно, да, но смысл в том, что после всего этого ряд последователей приняло такое вот решение, Машиях не пришел, потому что еще не усилилось беззаконие в этом мире, вот, когда уже беззаконие будет за край, уже дальше некуда, тогда придет Машиях, чтобы навести порядок, поэтому мы, как верные последователи, давайте будем творить беззаконие для того, чтобы приблизить приход Машияха, это серьезно, то есть, были вот такие секты, их, конечно, вылавливали, уничтожали, потому что, вы понимаете, да, что это было очень деструктивные такие организации, которые разрушали себя и окружающий мир, то есть, они впадали во все возможные всемыслимые и немыслимые грехи, оправдывая это все состояние тем, что они делают приход Машияха, серьезно, это совершенно, да, одержимый, извращенный ум, но такое вот было, их не было, очень много таких последователей, но вот, в частности, ну, как бы, на территории России, Малороссии, вот, на Литвы были такие группы, саботанцы, их нещадно с ними боролись, ну, и понятно, почему, да, особенно, там, католическая церковь, поляки, которые были на то время, и так, в любом случае, Машиях, есть очень много указаний юрейской традиции, которые позволяют узнать, когда может прийти Машиях, вот самые известные из них, когда весь Израиль совершит шуву, и все евреи приведут две субботы, проведут две субботы подряд, в полном согласии с традицией, ну, вот, если весь Израиль покается, и две субботы подряд, весь Израиль проведет в соответствии с традицией, тогда придет Машиях, мы понимаем, что звучит это просто, но сделать это очень сложно, да? Особенно покаяться. Это ж надо принять Машияха, да? Ишуа. Мы не будем сейчас разбирать в подробностях остальные моменты, а пришествие, говорится, не только в Новом Завете, поэтому, как бы, мессианская идея, она очень сильна в иудаизме, просто мы сейчас не будем уделять этому, это очень обширная тема, для себя мы делаем обзор, помните, да? Не хочу я больше вестись на ваши, а теперь поговорим об этом. И сейчас мы с вами поговорим о заповедях. Такая очень веселая, позитивная тема. Слово заповедь на иврите митсва. Вы, наверное, знаете это, да? Происходит от глагола цива, приказал. Иными словами, заповедь это то, что приказано или заповедано. заповедовать, отсюда происходит слово заповедь, да? Множественное число как будет? Митсвот, правильно, заповеди. Мы понимаем, что каждый еврей, даже тот, который очень далек от еврейской традиции, почти наверняка слышал хотя бы о нескольких заповедях, ну таких как там не убей, уважай родителей, не ешь свинину, да? Храни субботу и так далее. В тексте Торы заповеди выделены, как правило, повелительным наклонением. Не убивай, храни субботу и так далее. Да? То есть, иными словами, делай так, 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 или там, да не будет. Это, когда вы встречаете такой оборот, это заповедь, как правило. И мы понимаем, что заповеди занимают центральное место в образе жизни еврейской традиции. Поэтому часто и говорится, не религиозный еврей, а говорят еврей, который исполняет заповеди. Согласно еврейской традиции, соблюдение заповедей это и есть главное требование Торы к еврею. Мы понимаем, что в современном обществе, например, вот есть такое понятие, как достойный член общества. Да? Вот слышали такое, да? Кому обычно применяется такое выражение? Нет. Вообще, в общем, в общем понятии. Те, которые исполняют законы. Совершенно верно. Те, которые развивают это общество, те, которые продвигают понятия, постулаты, принципы общества. Достойный член общества. В этом плане относительно еврейского образа жизни так можно сказать о евреи, который выполняет заповеди. Да? Именно выполнением заповеди каждый еврей показывает свое отношение к традиции. И хотя все заповеди образуют единое целое, существует несколько видов их, так сказать, классификации. То есть, они разделены по некоторому принципу. Есть заповеди повелительные и есть заповеди запрещающие. На еврите, соответственно, повелительные асэ, то есть, делай, и запрещающие ло-та-сэ, не делай. Ло-та-сэ, не делай. Делай, не делай. Очень просто, да? Например, мы читаем заповедь уважать родителей, да? То есть, эта заповедь относится асэ, делай, а не нарушай субботу. Не делай. Очень просто, да? Еврейская традиция находит источник заповедей, как вы понимаете, не только в письменной торе, но также в устной торе. Находит источник, источник заповедей, еще раз, может находиться в письменной или в устной торе, согласно еврейской традиции, чтобы у вас не было иллюзий. Наша любимая устная традиция. Те заповеди, на которые есть прямое указание в письменной торе, называются митцвот де орайта. Орайта. Ну, какие это могут быть заповеди? Давайте так. Например, заповеди, относящиеся к субботе, к Песоху. Да, письменные. Те же заповеди, чей источник в устной торе, то есть установлен раввинами, называется митцвот де рабанан. Митцвот де рабанан. Иногда вы можете встретить в книгах, да? Соответственно, с митцвот де орайта, там, тра-та-та. Митцвот де рабанан. То есть эти заповеди были установлены раввинами. Какие это могут быть заповеди? Например, одевать кипу, зажигать свечки в хануку, например, да? Читать хафтару, зажигать свечи на шаббат. То есть когда мы молимся осветивший нас своими заповедями, повелевший зажигать свечи в шаббат, слышали, да, такую молитву, мы понимаем, что нет такого повеления. Это не Всевышний поставил для нас заповедь зажигать свечи в шаббат. Или чтобы у нас на шаббат была именно хала, вот именно плетенка. Если вы празднуете шаббат, у себя дома вы бежите со всех сил, бегали, 8 магазинов, плетенки нет, не будет шаббата сегодня. То есть ничего подобного. Это заповедь де рабанан. И вы должны это понимать. Вы не нарушаете шаббат, потому что шаббат заключен не в традиционном именно контексте, смысл шаббата, не в том, чтобы городить себя какими-то вопросами. Мы должны понимать о том, что заповеди раввинов, они также были установлены как ограда для того, чтобы не нарушить заповеди, которые дает нам Тора. то есть вы понимаете или объяснить этот вопрос. Например, Бог говорит, во время Песоха ничего квасного у тебя дома не должно быть. Так? Есть. То есть есть четкое постановление. Ты пытаешься почистить все от квасного, но предположим, что в вашем доме живет мышка. И она стащила у вас корочку хлеба и затащила ее под пианино. Что делать? Потому что фактически квасное будет находиться у вас в доме. Правильно? Фактически вы не сможете исполнить заповедь, чтобы это не находилось. Приходится делать порядок. Вы все перенесли, но пианино не смогли поднять. Ну не Геракова. Что делать? А вдруг оно есть? Пылесос не достает. Мышка очень грамотная. Она могла даже под плинтус это спрятать. Но это находится в вашем доме. Ваш дом не подготовлен для Песоха. Что делать? Есть определенный выход. Какой бы вы предложили? Извиниться. Боже прости. Но заповедь не исполнена. мышка стащила. Может и не стащила. Может ты на себя клевещешь. Может котик стащил. еще вариации на тему. Что значит? Это на основании чего не считается? Что дискавери. Хорошо. Не буду вас как бы смущать. Можно же например пойти к своему соседу Петру. Составить с ним договор. Например я продаю тебе на 6 дней весь хлеб который находится у меня в доме. Сильно? Но смотрите одно дело если это дом а другое дело если у меня бизнес пекти булки. Да? И булки не мацу а именно булки. И у меня дом забит хлебом. Не просто его у меня есть. Он у меня забит. У меня бизнес. И раз в году мне приходится этот бизнес останавливать. Я же понимаю что я не могу это сделать. На Песах надо едят хлеб всегда. А выйти на 8 дней достаточно серьезно если у тебя бизнес хлебозавод. Составляется договор о том что ты продаешь формально этот бизнес не еврею. Поэтому ты можешь спокойно сказать Боже весь хлеб пресный который есть в моем доме о котором я знаю не знаю это не мой. Нет это выход. Вы понимаете да? да. Еще раз для этого все продумано. Вся система она может быть продумана в Израиле она может быть продумана специально. Если ты не можешь например нарушать заповедь шабата ты можешь нанять такого так называемого шаббез гой. Язычника который будет делать все что ты будешь ему говорить но животные это уже отдельная тема животные надо его найти после мышки не все так просто хорошо значит смотрите вы должны понимать что эти заповеди они ограждали от нарушения основных заповедей например если ты ну давайте пример какой-нибудь нельзя кушать ягненка с молоком матери знаменитое такое да ну есть такое постановление не вари ягненка в молоке матери то есть что мы имеем мы имеем ягненка его маму и ее молоко правильно но для того чтобы не нарушить эту заповедь мы решаем что мы не будем кушать молочное с мясным вы знаете что на еврейских кухнях например две плиты стоит и две посуды одна для молочного другая для мясного все построено вокруг этого простого простой заповеди посуда разного цвета на всякий случай чтоб не перепутать есть молочная посуда есть мясная и понеслось заповедь на заповедь то есть целая длительная такая веревочка размышлений которая приводит нас к тому что у тебя должно быть два холодильника на всякий случай чтобы не смешать ты не можешь есть там допустим у тебя полностью получается раздельное питание полностью потому что тот сыр который ты купил который там каком-нибудь сырозаводе варили то мясо которое ты ешь а вдруг его делали из того молока который вы понимаете да то есть мы понимаем что это невозможно невозможно то же самое там нельзя рыбу есть там с молоком можно подумать что рыба это там выдает молоко да заповедь на заповедь то есть вот эти заповеди митцвот дарабанан они составляют в определенных моментах ограду вокруг торы то же самое как мы говорим да у нас есть у нас в христианстве вот такие ограды да какие примеры нельзя оставаться брату и сестрой почему да это приводит но не всегда это приводит к искушению это ограда это ограда не берите друг друга за руки почему это ограда это заповедь дарабанан заповедь которую ставят раввины да потому что мы понимаем что в православной церкви на это никто внимания не обращает допустим там или какой-то другой конфессии да а допустим у протестантов это важно и они говорят так не делается нельзя там например вот так вот делать нельзя поступать вот так вот это заповеди которые являются оградой не давайте там телефоны друг друга не там не рассказывайте о себе это заповедь которую мы учит не разговариваем в режиме бери у него то есть ну ты-то взрослый можешь взять ты-то взрослый можешь поговорить просто его чтобы сохранить ты учишь вот таким вот принципам принципам есть да мы говорим о том что о заповедях о том что они бывают разные есть заповеди относящиеся к взаимоотношениям человека с Богом да есть заповедь которая есть передо мной для меня перед Богом я должен Богу что-то буквально заповеди между человеком и Всевышним и есть заповеди которые относятся к взаимоотношениям между людьми например почитание родителей помощь бедным да все это заповеди которые есть относительно людей между человеком и его ближним есть также такое понятие как ху ким и миш паттим ху ким и миш паттим ху ким и миш паттим иными словами есть заповеди смысл которых можно в принципе понять логически например запрет на идолопоклонство да они называются миш паттим буквально установление ну то есть мы понимаем есть бог а есть лжебоги нужно поклоняться богу а лжебогам не нужно поклоняться логически да то есть мы понимаем смысл того что есть а если понять смысл заповеди невозможно логически даже в принципе они называются ху ким например вопрос тот же кашрута буквально это означает законы то есть иными словами мы будем делать заповеди даже исполнять заповеди даже если мы не понимаем зачем это нужно будем делать там поймем такой принцип есть большинство заповедей личные то есть обращены каждому человеку в отдельности и поэтому они называются митцвод ха прат от слова прат личность большинство заповедей личные то есть обращены каждому человеку в отдельности и поэтому они называются митцвод ха прат от слова прат личность но существует также и некоторое количество общественных то есть обращенных ко всему обществу или даже ко всему народу заповедей они называются митцвод ха клаль от слова общность клаль общность митцвод ха клаль то есть это например установление справедливых судов да и установи у себя там правильных судей правильных начальников то есть это заповеди и постановления которые относятся к устройству общества также например заселение эрес израэль например заповедь плодитесь и размножайтесь да это же не только к одному человеку скажем заселяйте землю часть заповедей требует выполнения их в определенное время суток или года например мы знаем что когда приходит праздник суккот то нужно жить в шалашах да когда кстати праздник суккот приходит сегодня вечером чем я вас и поздравляю хороший праздник например если говорят о заповеди тфилин да одевание тфилин его одевают в определенное время в светлое время суток это заповеди зависящие от времени остальные же заповеди например заповедь изучать тору она не зависит от времени ты должен просто это делать в любое время да мы говорили что в еврейской традиции существует 613 заповедей есть разные медроши посвященные этому числу 613 почему 613 берут это цифры разбирают их раскладывают на части и так далее в доброй еврейской традиции мы понимаем что 613 это огромное число их запомнить надо постараться то есть в печатном тексте это страниц 20 будет просто просто перечисление их с местами писаний понятно что запомнить их будет очень а тем более выполнить тем не менее я хочу вам сказать что все не так просто потому что еврейская традиция подразумевает больше чем 613 заповедей если мы говорим о ограде то есть вы подумаете что есть 613 а теперь поговорим о заповедях которые установили раввины например чтобы не нарушить эти заповеди да принятые 613 заповедей однако нужно понимать что это не просто случайный набор требований а логические взаимосвязанные правила например когда мы говорим о законе уголовном праве например да украины например или россии мы не знаем всех законов но в общем мы понимаем общую канву да если нам нужно разъяснение является ли то или иное действие законным мы идем к юристу и нам объясняют то же самое общее представление есть мы познакомились знакомят разбирают их если есть какие-то вопросы вот я хочу сделать вот это и вот это нарушает это какую-то заповедь идешь кровину и тебе все объясняют дают консультацию то есть для человека со стороны это все довольно таки страшно но человек который живет в этой культуре он принимает привыкает втягивается и живет очень даже спокойно мы помним как Моше получал скрижали да он спустился с горы Синай и у него в руках было два огромных плоских камня которые назывались Луход Хабрит скрижали завета Луход Хабрит на этих скрижалях были высечены 10 заповедей по 5 на каждом камне да вы помните их или нужно перечислять помните да также они известны как 10 речений 10 заповедей или 10 слов и поговорим 10 речений 10 заповедей или 10 слов и поговорим об этом с вами после перерыва 20 22 20 20 21 22